Здравствуйте! Вы на канале ArtPlayToday и с вами программа «Зачем ты это сделал?». У нас сегодня юбилей, десятая программа выходит в эфир. Мы снова в прекрасном выставочном пространстве «Рока Love and Space». Мой совеседник сегодня Борис Воскобойников, руководитель Vox Architects. Борис, добрый день! Добрый день! Тоже небольшая традиция. Я начинаю с «вы», а потом скрывать бесполезно. Мы знакомы и давно, поэтому, Боря, на «ты» и поехали. Когда я готовилась к этой программе и с некоторыми из вас обсуждали героям этого выпуска, я вдруг с удивлением обнаружила, что очень много людей знает Бориса Воскобойникова. Но половину из них никогда не видели Бориса Воскобойникова. И для них этот персонаж – абсолютная загадка. Работы бюро известны, и тем не менее личность для вас оказалась загадочная. Поэтому, наверное, часть программы будет посвящена раскрытию образа, если у нас это с тобой получится. Вопрос первый, который был действительно от многих коллег. Бюро называется Vox Architects. Ваши работы, ваши проекты яркие, узнаваемые, и для многих это определенный почерк. Кто-то говорит, не задумываясь, даже не зная, кто вы, это Строгановка. Это формообразование, это очень плотная работа с цветом, это такой очень современный супрематизм. Есть такое мнение, когда обсуждают ваши работы. Скажи, пожалуйста, тем не менее вы называетесь Vox Architects. Почему вы так назвали бюро? Ведь оно могло называться Vox Design, и это было коротко, красиво и очень ярко. В этом контексте я никогда не думал об этом. Vox – это голос, высказывание. То есть это с Воскобойниковым созвучие никак не связано? Тоже была одна из загадок для многих. Очень отдаленно. Да, здесь есть, конечно, и это такая коннотация. Но в основном мы таким образом декларируем архитектурный подход к интерьерам. Потому что в основном мы занимаемся именно архитектурой интерьера. Это не дизайн, это не декорация. А почему это не дизайн интерьера? Ну, потому что в меньшей степени это дизайн интерьеров. Мы решаем все архитектурными средствами. Но все-таки вы приходите в готовое архитектурное пространство, в готовые какие-то конструктивные макрообъемы в своих проектах, да? В основном – да. Но не всегда. Иногда и строим здания. И здесь важно, что у нас в студии больше половины профессиональных архитекторов, закончивших архив, в частности. И это совершенно нормальный процесс. Потому что мы серьезно к этому подходим. У нас довольно профессиональная команда. Ну, это заметно. Знаешь, вот интересный очень такой момент. Он тоже каким-то образом в добром контексте обсуждался не так давно группой архитекторов. Опять на примере ваших работ. Если ты помнишь из истории русского архитектурного авангарда, в какой-то момент авангард пошел двумя путями архитектурный. Конструктивисты и рационалисты. Если забыть сейчас о русском авангарде, то, наверное, к подходу архитекторов, именно архитекторов изначально к работе с пространством, можно применить конструктивизм. Тогда как многие считают, что школа Строгановки, школа интерьерного дизайна, как раз идет по пути такого собирательной формы, в одну большую эмоциональную структуру, да, будет присутствовать, естественно, перспектива, будут присутствовать иллюзии. Сейчас, как я обратила внимание, мне это очень понравилось, вы стали много работать со светодизайном. Можно ли сказать в этой связи, что вы там уже внутри вашего бюро слились и работаете одной командой, либо все-таки это разные школы, разные подходы к интерьеру? У тех ваших членов команды, которые все-таки получили архитектурное образование, да, и изначально ваш подход, твой, Машин, к первым образом и к построению интерьера? Знаешь, я не думаю, что образование так сильно влияет, особенно когда ты заканчиваешь институт там достаточно давно, и говорить сейчас об этом... Ну, конечно, есть какие-то основы. И если возвращаться так далеко, то мое формирование профессиональное больше оказало влияние как раз пропедевтика Дмитрия Лукаева. Это был мой преподаватель, руководитель восьмой мастерской второго моспроекта. И забавно, когда мы беседовали с Андреем Александровичем Черниховым, он прекрасно его знал и, в общем, хорошо о нем отзывался. И это абсолютно архитектурный такой был метод проектирования. И, скорее, это важнее для меня было тогда. Но если говорить о каких-то влияниях, то их очень много. И это определенный какой-то культурный слой. В нем очень много всего. Это и фильмы, и живопись, и поэзия, и даже боевое искусство. Поэтому тут сложно ограничить это просто школой архитектурной, или дизайнерской, или строгановской. Потому что строгановская школа, она, может быть, была сильна когда-то, когда это был там Хутемас, Хутеин. В дальнейшем я еще застал важных персонажей, как тот же Григорий Захаров, ректор, архитектор, который строил и метро, и довольно много у него было таких объектов, вполне себе таких сталинских, очень уверенных, крепких. Горя, кто в вашем бюро такой локомотив, мозгенератор в начале работы с проектом? Все-таки это ты, первый образ формируется командой, либо все-таки это ты, твой посыл, твои источники вдохновения, фантазии. Как это все происходит? Вообще студия для этого и существует, чтобы оформлять и формировать некое высказывание. Это не просто отработка каких-то заказов. Это для чего-то. Когда мы беседуем сейчас, как раз возвращаемся к главному вопросу «Зачем?». И вот этот вопрос, он самый важный. Зачем? Зачем эта студия? Зачем это занятие? Что такое архитектура? Что такое архитектура интерьера? Вот эти все вопросы, они как раз самые важные. И я стараюсь ответить на них как раз. Все по-разному работают. И знаешь, я могу тебе сказать, что погружаясь в беседы, диалоги с коллегами, я слышу много разных мнений и различные рассказы о творческой кухне. Кто-то говорит, я прихожу и сообщаю, мы делаем это, а теперь, пожалуйста, уходите и принесите мне свои впечатления и мысли по поводу моего ЭД. Кто-то приходит и говорит, вы знаете, вот есть такой заказ, ну, предположим, кабинет на Луне. Что мы будем делать? Садится, наблюдает и слушает, что говорят сотрудники. Таким образом формируется сначала коллективное бессознательное, потом, значит, оно главное переходит в коллективное сознательное и в одну большую работу. Я не напрасно этот вопрос задала, потому что очень четкие образы всегда – это какая-то или география, название географического места. То есть там нет длинного сценария, там сценарий на тему определенного образа. Безусловно, изначально формируется концепция. И очень важный элемент этой концепции – образность. Мы создаем каждый проект командой. И на каждом этапе, поскольку проектирование ведется в несколько этапов, вот эти элементы творчества, он очень важен от каждого участника. Этого процесса, вот этот вклад, он очень важен. И просто люди с разным профессиональным каким-то подходом, опять же, образованием, с разным таким культурным бэкграундом, с разными какими-то, такими, скиллс, умениями, они вместе и создают нечто цельное. Это очень важно, потому что, когда ты работаешь один, ты можешь многое упустить. Нужно все время смотреть немножко со стороны на то, что ты делаешь. И командная работа, она очень этому способствует. Я, может быть, тебя удивлю, не знаю, слышал ты или нет. Может быть, потом как-то отреагируешь на это. Еще несколько лет назад, когда обсуждали ваши работы, и кто-то пытался вспомнить, например, самую яркую работу от каждого из интересных бюро, когда произносили работы в Окс Аркитекста, сразу говорили про класс, бассейны, и сразу все вспоминали определенные образы. Появились вип-зоны, лаунж, аэропорт. Если до этого момента всем было понятно, и когда ты листал ленту Инстаграм, либо Фейсбук, и попадалась какая-то, просто даже с периферическим зрением, образная картинка с оранжевым-красным, можно было пролистать, потом вернуться, но ты знал, это было про ваши работы. Потом вы решили всех удивить. Появилось, например, золото, был аэропорт Платов. Вокс сказал, что мы еще и такие. И совершенно неожиданно вас стали звать вода-воздух. Знаешь, как бы это украл-то его ракеты там. Земля-воздух, вода-воздух. Все стало понятно. Мы пошли в воздух, мы куда-то полетели. Мне было приятно, я стала наблюдать. А потом появилось белое-белое. И опять пошло удивление, опять были разрушены стереотипы, и все поняли, что, в общем, не все так просто. Логически было ожидать, что какая-то следующая работа, следующий источник вдохновения, он будет уже ближе к космосу. Там, где нет ничего, туда может прийти человек, или он там был. Я про себя внутри. Так, знаешь, по-доброму. У меня же есть какие-то образы про всех друзей, коллег. Космисты. Вот я все четко сказала, и я понимала, о чем я думаю. И тут вдруг снова Вокс удивляет. Скажи, пожалуйста, не так давно появилась публикация от твоих коллег, которые будут участвовать в проекте «Идеальный дом». И вдруг вместо космоса появляется образ пещеры первобытной. Почему вдруг так неожиданно пещера? Никто ничего не понял. Самый главный вопрос. Расскажи, почему и зачем. Ты знаешь, нет такого направления космическое или цветное, или какое-то там еще есть. Желание все время посмотреть на какой-то новый проект совершенно новым взглядом. Наоборот, очиститься и посмотреть. Так и здесь. Дело в том, что этот проект который сделан для Мосбилды в прошлом году делал Борис Боревич Боровский. Он сделал очень качественный, современный дом. И повторять это не имело смысла. Кроме того, это некая форма для того, чтобы там поучаствовали остальные декораторы, дизайнеры. И поэтому здесь как раз было желание обнулиться, вернуться назад к мегалиту. То есть это первый дом. Это две опоры, две-три и сверху перекрытие в виде камней. Вот и все. Это как Стоунхендж, что-то такое очень простое. Значит, ты дарвинист, я поняла. Я думаю, ты космист, а ты дарвинист. Даже не то и не другое. Я думаю, что это никак не связано с природой. Это просто с очищением сознания. И когда мы приходим к этой идее, мы как раз задаем вопрос. Вот основное есть, а дальше наполнять так, как вы считаете это возможно, так, как вы видите этот дом будущего. И, соответственно... Ты им предоставил open space? Ну, там он организован. Или у пещеры там есть? Там есть. Есть у пещеры организация. Посмотрим. Но дело в том, что это достаточно яркий образ и сильный. И дальше будет видно, кто с ним справится, а кто нет. Это довольно серьезная такая задачка. Ну, мы уже все знаем участников. видели эскиз. Понимаю, что такое твое последнее замечание. Нам тоже всем интересно. Хорошо. Мне, конечно, было очень интересно, каким образом определенными периодами меняется восприятие ваших работ. Скажи, пожалуйста, насколько много сейчас, если можно об этом говорить, в работе вип-залов, как можно назвать, аэропортов? Здесь нет последовательности, которая, может быть, усматривается страны. Может, вы просто меняетесь, и для вас это естественно? Нет, эти вещи просто... Эти проекты идут параллельно. И аэропорты начались задолго до ворд-класса. Первый аэропорт – это Кольцо в Екатеринбурге, потом была Самара. Они разные совершенно. Здесь важно следующее. Дело в том, что у нас есть определенный подход к проектированию. И есть определенные принципы, приемы, стилистические приемы. Но главное все-таки особенности вот этого объекта, особенности его архитектуры, места, то есть задачи, для чего он существует. Потому что спортклуб – это совершенно другая история, нежели зал вылета в аэропорт. Кроме этого, у нас есть и холлы кинотеатров, есть рестораны, есть совершенно разные объекты. А есть еще это пространство, в котором мы находимся? Есть это пространство, да. А можно о нем поговорить? Это шоурум. Здесь две компании представлены, Рока и Лауфен. у них одна управляющая структура, которая находится в этом здании. Здесь находится офис, и здесь как раз презентационное пространство. Ну, как выставочный зал. выставочный зал. Здесь есть помещение для обучения и сотрудников, и коллег. Потому что нужно рассказывать об этом, показывать, как все это работает, презентовать новые модели. И, соответственно, здесь эта задача реализована полностью. Подобные пространства есть и в Лондоне, и в Барселоне. Интересно. Мы тоже не первый раз в этом пространстве. У нас уже была съемка. У многих возник вопрос. Во-первых, конечно, никто опять не узнал, кто автор этого пространства, какое бюро, или один дизайнер, архитектор. Это тоже было интересно, потому что я знала, я здесь уже в течение года, и когда люди приходят первый раз, и, например, в прошлый раз я спрашиваю, как вы думаете, кто это делал. Различные были предположения, но опять вы удивились. Скажи мне, пожалуйста, вот выбор такого материала для стен совершенно необычный. Это было обусловлено чем? Это бюджетные вопросы? Либо это какой-то художественный прием? Это была твоя идея, идея заказчика. Как вы работали над этим пространством? Здесь заказчик практически полностью доверил образное решение нам. И здесь, если так внимательно присматриваться, это некие такие объемы, которые имитируют комнаты. И все это снимается, это трансформируется, можно эти перегородчики снять, и все будет открыто. Пространство перетекает свободно одно в другое. И здесь есть окна, двери, они как бы намечены. Они не являются реальными окнами или реальными дверными проемами, это просто обозначение. Но масштаб комнат, дверей, окон, он сохранен, он близок к реальному. Поэтому все, что здесь экспонируется, оно этому задается правильный человеческий такой масштаб. Поскольку мы работаем, занимаемся коммерческой архитектурой, интерьера, и мы всегда считаем бюджет, мы в курсе вообще бюджета проекта, и в него стараемся вписаться. Это нормальный процесс. Здесь нет таких сюрпризов, когда заказчик удивляется, почему это в три раза дороже, чем он планировал. Это обсуждается в самом начале, в начальном этапе, и дальше все согласуется и находится в рамках. Сегодня считается, что это пространство закончено, потому что был какой-то момент, когда чего-то не хватало. Пространство закончено на 80%, здесь не хватает инсталляций, которые придадут основной смысл. Это пока тайна? Это бессмысленно об этом говорить, это нужно реализовать, тогда все получится. А цвет появится? Практически нет, немного. Здесь все монохромно, для того, чтобы не брать на себя. Конечно, это вода. Скажи, пожалуйста, а вот эти атриумы, вы их делали вновь, или что здесь менялось? Здесь очень много было перегородок, здесь были разные совершенно офисы, атриумы здесь существовали. То есть это старое ограждение? Да, оно тоже будет меняться. Атриумы существовали, но их мы решили открыть, потому что это такие активные стержни внутри здания, центр интерьера. Если обратишь внимание, то здесь нет окон. Они на самом деле есть, просто окружающий пейзаж. Индустриальный ландшафт. Да, индустриальный ландшафт, он не так необходим здесь, поскольку это выставочное пространство. А это выставочное пространство будет каким-то образом подчеркивать свое мультифункционально. Здесь не появится жалюзи. Например, нам здесь не хватало затемнения для съемки. Это коммуникационная зона. Вокруг этих атриумов проходы, поэтому большого смысла затенять я не вижу. Ты сказал, что появятся арт-объекты, еще что-то. Это означает, что вы планируете дальше работать интерактивно с этим пространством? Не просто сделали и ушли? Это зависит уже от непосредственно управляющей компанией, будут ли они заинтересованы в этом, но вообще задача этого такого мультифункционального пространства, конечно, привлекать архитекторов, дизайнеров, делать здесь какие-то события, ивенты, выставки. Так что я думаю, что здесь будет происходить много разных интересных. Я когда спрашивала про стены, был вопрос у моих коллег про покрашенную древесно-стружечную панель, вот эту вот. В общем-то вопрос, наверное, был даже больше про нее, не про эти, с японским настроением перегородки и шторы, а про... Панели это часть, это нейтральные фрагменты каких-то экспозиционных плоскостей, то есть на них будет экспонироваться графика, чертежи, они могут быть разного цвета. Интересно, потому что, да, мало кто это понял. Они будут менять цвет? Да, конечно, в зависимости от экспозиции. Это часть экспозиционного пространства, но здесь есть прозрачность, есть плотность, для того, чтобы показать прозрачность, нужно создать какую-то плотность, и вот в этом контрасте здесь появляется вот это вот движение. Скажи, пожалуйста, о своих проектах вы работаете со звуком? Ну уж, если про эмоции, ощущения, тогда про все органы чувств. Здесь не хотелось, здесь нет офисных помещений, в которых какие-то легкие звуки мешали бы. Не было желания вот в это пространство, в котором уже появилась вот эта вот плазменная длинная дорожка, панель, которая с водой, с какими-то необычными образами волновыми, когда даже не совсем понимаешь, вода это струя или что-то, пустить звук. Ну, здесь есть звуковой ряд, просто его не задействуют обычно и сейчас, поскольку он будет мешать. Но эта концепция как бы параллельно существует. Мы часто используем и музыку, и я все время что-то слушаю в процессе работы. Но это немножко другое, это эфемерное, это совсем, это следующий уровень, когда уже можно будет отказаться от визуального и только слушать. Передина ощущения. Да. Нас это ждет, как ты думаешь, в интерьерах в дальнейшем? Я думаю, что... Когда осажаемое и материальное сведется к минимуму, останется какая-то тектоника 10-15%, а все остальное будут впечатления, ощущения, сменяемые какие-то фактуры, картинки. Мы у всех сейчас это спрашиваем. У тех гостей. Я не очень люблю вот эти обобщения, вот что нас ждет, какие тенденции, что вообще там модно, что нет, какие... Как это будет меняться? Потому что если мы сейчас обратим внимание на то, что происходит и в искусстве, и в архитектуре, очень многие вещи существуют параллельно. И архитектурные стили, и совершенно разные тенденции, они существуют параллельно. И это зависит уже от конкретной личности, студии, как каждая команда решает развивать свою идею. То, что она декларирует, то, что она создает. это может быть совершенно... Могут быть неожиданные вещи, могут быть повторения того, что уже было, какие-то ренесценции. Мы стараемся что-то открывать для себя. Для меня каждый проект – это некое открытие, это что-то вообще новое. И когда ты в частности спрашиваешь, почему, например, проекты разные, именно поэтому, потому что интересно все время удивляться, интересно все время находить какие-то новые решения, новые материалы, экспериментировать, экспериментировать с собой, потому что мы каждый раз, когда мы например, мы строили офис, мы делали его очень необычным. И мы исследовали влияние этого пространства на себя, на свою работу, на работоспособность, на какие-то творческие даже возможности. И это помогло во многом. И каждый проект – это исследование и эксперимент. Скажи, пожалуйста, если бы тебя журналисты либо кто-то, кто исследует ваше творчество и хочет написать о вас статью, попросили просто одним словом, либо словосочетанием охарактеризовать стиль, в котором вы работаете. Он же узнаваемый. Он абсолютно узнаваемый. Безошибочно можно увидеть проект и сказать, кто это сделал. Вы сами как-то для себя его сформировали? Серьезно или в шутку? Как вы называете то, в чем вы работаете? Ну, ты знаешь, нет определения. Наоборот, хочется подольше оставаться в стороне от любого ярлычка, который на тебя навешивают. если говорить о том, зачем, то это создание мечты. Это некое желание сделать людям, которые находятся в этом интерьере, в этом... Это касается не только интерьера, но интерьеры это особенная история, про это можно отдельно долго рассказывать. почему я, например, люблю больше интерьера, чем архитектуру. Потому что я смотрю изнутри, я как бы внутри себя нахожусь, и оттуда воспринимаю мир. И вот этот ин, он как раз и экстраполируется на то, что мы видим и в чем мы находимся. Я очень хорошо чувствую, как любое пространство влияет на человека и на... Если это офис, на людей, которые в нем работают, как сделать их счастливее, как сделать их более продуктивными, как лучше сделать спортклуб, чтобы он заряжал энергией, а не брал ее у человека, который туда приходит, как сделать зону вылета аэропорта позитивной, успокаивающей, настраивающей на ощущение такого полета, перемещения себя из одного пространства в другой. То есть это... Это очень интересно. И когда мы говорим о каком-то стиле, мне сложно его как-то так редуцировать и назвать его одним, двумя словами. Своим собственным. Не получится? Никогда не хотел найти этого определения. Вот зачем знаю? То есть я хочу наполнить энергией и таким большим количеством позитивов. Тогда, пожалуйста, поставь правильную последовательность слова на первом месте должна быть наиболее важность и значимость эргономика, комфорт, удивление, эмоция, впечатление. Это все приемы, которыми мы пользуемся. И они в каких-то случаях важнее удивления. Комфорт, эргономика это прием? Конечно. Ну метод. Не поставишь. Или все-таки эмоции, впечатления, удивления будут на первом месте? Если это пространство рассчитано на кратковременное пребывание человека, то, наверное, важнее впечатление или эмоция. Если это офис, в котором люди работают, то эргономика будет на первом месте и так далее. То есть также все связанное с акустикой, с освещением. это очень важная вещь, мы всегда этому уделяем большое значение, внимание. Отчасти безусловно удивление, потому что нужно, на мой взгляд, все время нужно в этом мире удивляться. Нужно каждый раз рассмотреть, зачем я здесь, что получилось, почему я здесь оказался, что происходит. Вот эти вопросы нужно задавать всегда, каждый день, много раз. И тогда происходит открытие. Начиная с утра, проснувшись, найдя себя в постели, а я почему здесь и зачем. Совершенно да. Скажи мне, ты в работе больше серьезный человек, либо ироничный? Да, я думаю, что и то, и другое. Нельзя же без иронии делать что-то серьезное. Ты прав. Наверное, на этой прекрасной фразе мы и закончим. Дорогие друзья, с нами был Борис Воскобойников, Vox Architects, я Маша Романова и программа «Зачем ты это сделал?» Если кто-то лично не знал Бориса, то у вас была замечательная возможность услышать много личного, много интересного о принципах работы как руководителя, так и его бюро. Ну и жизнь серьезная штука, без шутки и без иронии наверное нам не выжить. До новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok